так камера мотор звук пошел да ты стартуешь или давай я оттолкнусь от передачки мы с вами записали в пятницу да мы записали программа она сделала фурор то есть там если почитать в комментариях люди слышали о вас да они что-то где-то знают но вот такая подача у них просто раскрылись глаза они говорят мы в шоке то есть там комментарий за комментарий мы в шоке мы не мы не слышали мы не знали мы понимаем что-то не так а что не так мы понятия не имеем и тут мы вдруг увидели да что человек сознанием дела взял и разложил на 1 2 3 о чем идет речь причем все в шоке еще от того что этой методике вот сколько десятилетий то есть она имеет вот такую вот историю да родители сталкиваются вот в этом временном отрезке оказывается предыстория не они ноль вопрос а почему информационном поле об этом не гугу никто не знает никто не слышал все делают вид или реально ничего не понимает из-за чего происходит замалчивание кто виноват понял можно отвечать это краневой вопрос нашей жизни как мы живем что сегодня нас волнует чем мы сегодня дышим чем мы живем с утра до вечера на работе работа 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 как мы живем будущим временем на десятилетия на годы пример вот взять заболевание так называемый спид ну ехал в троллейбусы чихнул заболел чаю попил с лимоном все прошло все нормально спид уже десятилетия развивается и уже мы не реагируем той предосторожности уже нет чтобы понять в принципе все двадцатое столетие несколько москов гениальная гипотеза есть энгельса человека сотворил труд телесный вертикаль рука и речь она была гипотезой до некоторого времени труд не как экономическая категория труд как категория формирование внутренней силы тела и духа труд младенец всегда изначально мы помним регирует весь судорожные развитые реакции по телу у него мир отражений в начале виде галлюцинаций потом появляются фантазии потом мечты и на вершине отражение мира как показали наши исследования не просто творческое воображение а прогностическое воображение с помощью которого мы проламываем стену ситуативного на чем живут животные и мы начинаем предвидеть будущее время то вот этот труд как раз входит в эту категорию формирование человека тридцать крест и пришли к власти но начальство этот ленин узнает в америке в первом классе 10 уроков полноценного труда и там результаты были потрясающие другое про что потом и там изгнали труд и у нас ленин дал за задание луначарскому по единую трудовой школе все 20-е столетие определенные силы не допустили труда тем более творческого в процесс образования изгнали не могли ничем взять последняя попытка была школа возвратить труд в школу повторяю не только не там болты и гайки сколько творческий труд рукотворческий конструкторский художественный труд была попытка ли гачева ему не удалось значит есть силы которые контролируют там где формируется человек простой пример еще один пример аску почему я понял что имеем дело с силами которые глубоко сокрыты под ковром 79 год медицинская газета сообщила что впервые за 200 лет куда стало уже в норму школьная близрукость школьные сколиозы школьная деградация детородной способности школьная психиатрия все эти диагнозы были поставлены на трех мировых конгрессах по школьной гигиене так вот впервые за эпоху на крайнем севере на тонах и эти формы стали исчезать 79 год медицинская газета какие были накаты комиссии поездки в тонах чтобы те доктора которые получили результаты о данном направлении отказались я понял здесь и мы сталкиваемся с серьезнейшими силами далее вправда наконец выдала 16 июня восемь шестого года только у политбюро принято решение в апреле месяце всех положим на конвейер хирургическое производство сислава федорова это замечательный хирург организатор боже упаси поклон к тем кто калекам помогает и исцеляет на это не стратегия то тактика через месяц наша статья о нашей работе меня вызывают цкк кпсс минуя всех президентов минуя всех директоров я выступаю цкк кпсс он говорит ну ты нас убедил но что же нам с тобой делать я говорю давайте объявим конкурс на национальную программу здоровье развитие гармоничные раскрытие потенциалов 40 пинуть учебного процесса не на стадионе 1 час в неделю 2 часа не в больнице а вот в это урочный академическое время это как так нам же надо менять все менять все прочее ну как же его давайте конкурс куратор от ck академии педагога ссср давай тебя изберем в академике игру я наставили на конкурсы групп коровники свинарники объявляем конкурсе она человека вы члены ck не можете решить это значит что вообще вот сфера образования она действительно находится под кураторство под кураторством определенных сил которые туда не допускают никого никого смотрите когда-то дальше интересное событие один делает разумное предложение давайте мы сейчас во всех педагога новаторов пропущем через центральное телевидение всех пропустили меня выкинули так советское суть узнала замечательных педагогах новаторов а монашвили волку ильин шаталу лисенкова здесь никитин действительно то замечательные учителя которые строят свое отношение на любви к детям и на искусстве и на таланте но искусство талант не тиражируется все мечтали от макаренко шинского и сухомлесского наука в развитии человека воспитание человека педагогика наука о воспитании человека так я был выброшен но после правды сразу появляется валилогия чтобы заглушить наше направление появляется валилогия представьте в каждом вузе педвузе медицинском вузе везде кафедры профессора диссертации наука о здоровом образе жизни для ребенка главный образ жизни это учеба в школе 6 часов и дома там три часа и доминанта всех у взрослых у родителей школа 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 и вот образ жизни академического урока всегда выпадал из образа жизни развития детей за валилоги пошла следующие примеры следующие примеры и вот это они ловцы цепляют нас на красивом словечке ведь последнее время ведь появилось даже понятие когда у нас здоровье развивающая педагогика здоровье формирующая педагога здоровью сберегающая педагога вдруг появляются международные понятия школы здоровья ну какая красота у нас типа туда но не туда да и смотрите что за этим скрывается за этим скрывается интересные вещи за школами здоровья это международная программа всемирная организация здравоохранения сводится все к одному в школы врачей сделаем школы филиалом и поликлиник все здоровье от врача здоровье от врача никогда мы не получим здоровье от врача и вот цк я предлагал надо развести здравоохранение от лечебной медицины первое что надо сделать второе понять что здоровье никогда не будет зависит первичное здоровье от врача она всегда от воспитания вот сообразно природе воспитание а ну-ка воспитание педагогика вот почему мы переноси перенесли понятие здравоохранение как первичное формирование здоровье именно в педагогику и кстати я вам скажу понятие здоровье я не встречал нигде адекватного понятия единственный человек который сказал точно это был классик социального преобразования человечества что такое болезнь как не стесненная свободе жизни а стесненная свободе жизнь номер один это свобода движения свода пространство лишить свободы человека заковать ноги обезножить в школе и самое удивительное вот этого из цикла что их жизнь игра кстати замечательная игра они замечательно играют они умные люди у них нет как у нас щек самоуверенности они знают что не делает ведь смотрите колонии для заключенных корень кол школа корень кол там и там от звонка до звонка там на 10 лет лишили свободы и здесь там до последнего звонка и в школе до последнего звонка последний звонок атлант за десять лет сидячей жизни мы под вывихаем атлант назад хода практически нет там срок и здесь рок-урок главные концептуальные понятия лишение свободы выстроена по одному алгоритму лишить свобода передвижения лишить свободы рукотворчества лишить свободы речения и мы взращим так уже сколько поколений поэтому все болезни которые закладывать школа они потом перерастать они никуда не деваются они это истощение жизни мы корни повреждаем на этапы взрослений человека мы корни повреждают древо жизни а вот мой откуда древо желтеет лист дерево пад понимаете 22 23 июля центральные телеканалы объявили у нас в россии идет неуклонно вымирание катастрофическими темпами и было приведено истоки группа ученых под руководством рапопорт ирины калмановной проводила исследование до с 1 по 10 класс выборочная группа ни одного ребенка концу школы не остается теперь это спектр болезней переносит и приводится взрослым а почему но сейчас дети взрослые вымирать трудоспособным период а потому что еще в советские годы в конце советских лет когда с нашими работали познакомился министр здравоохранения ссср евгений иванович чазов будучи в нашем институте академическом я ему показал он проверил и журнале ежедневник семья сказал боже мой до чего мы детей дуэли в школе концу школы 46 хронически незначимых заболеваний восьмидесятые годы двадцатого столетия которые считаются чуть ли не самым пиком качества кода вот как красиво поют сирены одиссеем нам песенки поют усыпляют и мы не заметили как вывели и вообще такие масштабные сценарии они выводятся как сценарий например мы сегодня живем действительно по сценарии многоликого так называем божишка дениса он же либер либерализации он же морфей он же бахус и многое другое ведь смотрите его образ жизни увеселительная прогулка по жизни с ним рядом сатиры заполнены наши телеканалы с ним рядом по нового танец полу обнаженных минат и и сирен и упивание наслаждением жизни в свином упивание наслаждение жизнью веселое шоу жизнь на описано в мифах это было закат человеческой жизни замерзание это был отказ от жертвенности деторождения это был отказ от доминанты на ребенка мать из мать с младенцем святости это был закат жизни и этот сценарий мы сегодня выводится на наших глазах и самое страшное многим нравится пусть меня простят женщины матери но это особенно нравится женщинам ну да мы не рожаем мы никуда не спешим нам ничего не нам да мы равноправные с мужчинами уже мужики не нужны нам уже да да понимаете настолько поэтому мы живем вот это времени ну как-то спасителя спросили оконченного времени сказал то начало всех болезней древо повреждено и когда прошлые цивилизации видели детей то оказывается на перспективную дееспособных нету уже и никакая медицина никакая генетика это все утопит а вся ложь творец то что создал человек не пытайся переиграть его ты всегда погибнешь и когда они увидели гибнут и впереди черная дыра последний вымирает и они только успевали нам передать в мегалитах сакральные тайны причины их гибели одну только могу назвать в мезоамерике глухой тайге огромная бетонная каменная голова вообще сегодня школа работает на каменные головы что это означает головы которые на фаршированы знаниями информациями а душа оставлено в стороне а дети и приходят в этот мир ребенок с инстинктивными чувствами и вся программа человечине это приближение чувств всенародной культуры семейная родовая педагогика были направлены именно на преодоление инстинктивных чувств теперь это дикое поле мы оставили в покое да еще юридически закрепили о есть закрепили хочет во грехе жить так вот оставь иначе сядешь тюрьму более того совершенно верно да и на фаршировали головы информации а всесилие инстинкта таковое не мы не сформировали силу волю телу сила духа чтобы заглушить тот эпицентр силы чтобы прийти к возвышению и получается умная на фаршированный голова так называемый интеллект школьный айкью становится на службе инстинктов это из расшировка интеллекта зверя трех шестерок который писал иоанн богослов интеллектуальные звери они нарастают катастрофически до классификации копыта демонический тип совершенно верно демонический тип психики совершенно верно получается долго думали каким образом покорить психику ведь конечный результат манипуляция человеческим обществом да и нашли способ через физиологию для скалечения физиологических способностей человека смогли в психику вкладывать эту всю ересь которая потом формирует общество и возможности манипуляции над обществом общество зверей вот почему вот почему где-то порядка около 200 лет там назад немножко может быть меньше ведущий мировой психолог оповестил у человека души нет есть физические химические процессы в мозгу и за ним пошла психология так называемая научная так называемая джеймс кэтл это все четко это я документально говорю я могу на стол положить четко и все эту силе ситуации души нет и так мы прошли на интеллект айкью отключенный от друг отключенные от тела отключенные от физической усилий отключенные ход эмоциональных смысловых переживаний даже интересная расшифровка определение слова идиот человек живущий так как будто бы окружающего вокруг его мира не существует совершенно даже совсем не обидно получается правильно совершенно верно да и и вот при представьте все двадцатого столетия в америке шла борьба борьба за внедрение вот этого айкью но и кион был при предложен для того чтобы оценить умственную отсталость степень глубины умственной отсталости брать в армию или не брать это 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 совершенно другое понятие перенесли на все популяцию в америке долго сопротивлялись люди ну как в германии что сопротивляется про против сексуального растения к нам в россию приезжать все прочее какое силище которые в недрах системы образования заложено у меня есть центральная учительская газета наша на переднем плане тот кто привела реформы в россии написано леонтьева торгует хлебами на столе 12 булочек булок начиналось двадцатого столетия педология не журнал там огромные три шестерки из трех шестерок они уверены что перевели же опустили нас на две шестерки близко к истине что они творят есть еще одна учительская газета на передней пол по полосе стоит министр образования филиппов над головой держит огромнейший камень 200 лет борьбы и побед повторяю на передней полосе учительской газеты я спрашиваю что это означает огромнейший камень над головой 200 лет их борьбы и побед 200 лет это как образовалась министерство образования официально да это еще столетия не обкатывали через университет имени ломоносова движение технологического процесса началось про меня это называется сатанисты и масоны вошли в систему образования российской империи через структуру министерства образования да 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 и это как масонский генеральный штаб то есть там есть преемственность поколения есть инициализация есть посвящение есть постановка задач из поколения да да еще показывает 200-летнюю традицию масонства в русском образовании еще есть очень хорошая версия о том что провокация технологического прогресса привело к победе именно древнеегипетское жречество в данном случае речь о том что на территории россии самой здорового и осколка до человеческой цивилизации 200 лет идет война на уровне системы образования через через министерство через министерство да то есть получается что мы понимаем под министерством даже если васильева 10 раз хороший человек она вынуждена маневрировать там как не в себя то есть ей там очень непросто если она действительно так говорит то что считают нужно делать а так на самом деле эта структура давайте еще не забывать дату ее назначения 19 августа это для россии очень черная да то есть она в матрицу изначально поставлена серьезную с этим справишь она только говорит разным аудиториям то что они хотят больше она не камень над головой здесь проще 200 лет победа вольных каменщиков все здесь все все проще по теме говорят очень умные ребята очень предвинутые ребята более того я их уважаю почему я уважаю посвятила жизнь чтобы меня люди услышали берите вот бесполезно и если сейчас вот я выявился вот этот череп и кости их символ ну что базаны прекратить нам либо нет я бы сказал продолжайте вы свое дело я продолжать свое дело вечная борьба ну за кем пойдут кого услышат почему иисус говорил отправляю вас как овец среди волков человек не может быть овцой поголовье периодически подлежит сокращение все это закон жизни от этого многие не понимают вот мы сняли прошлый выпуск половина людей считают что народ обманули что народ не виноват а это тоже привели что ты всегда прав будь овцой будь прав всегда ты ведь ты всегда а мы тебя сокращение но сокращать в общем-то надо на планете извините сколько мира миллиардов семь с половиной миллиардов меня есть теория целая насчет того что сколько было миллиарда понятно может и 100 миллиардов прокормить весь вопрос в том как управлять конечно конечно если будут люди которые жрут в три рта и получаются этого да да конечно избыточное число на планету давит но если сделать по уму и по совести конечно конечно да пусть плодятся но нишу не получается по уму и по совести леса самое страшное что мы сделали сегодня мы нарушили вот про простой пример кто не замечал когда мы идем посвали вдруг асфальт пузырь и там росточек я с этого начинала сознание вот что про по происходит а представьте все травы мира а представьте все дубы все растения мира какие они несут гравитационную нагрузку и многие катастрофы случается когда мы до какого-то предела вырубаем леса и земля при приходит в такой хаос гравитационный как они для этого целую теорию придумали плоской земли гравитации нету и вы не поверите мне а сколько много людей приверженцев этой теории то есть обратите внимание если психика ни на что не откликается вот вы говорите вы столько лет этому уделили вы говорите вас не слышат психика народа не откликается на ваш зов потому что народа она откликается процентов 10 еще раз откликается в россии если у шаталова в манашвили там один-два класса я не работаю то я писать и придумал что никогда не доживу где было одно время свыше трех тысяч школ какие замечательные нас россии женщины матери я не могу так говорить свободно о мужчинах их меньше но какие замечательные женщины матери в россии их выгоняет из директоров их их просто травят их не тестуют они делают и делают и делают эту поэтому сейчас в россии где-то порядка двух тысяч школ есть это настолько мощное начало настолько мощно начало чем иначе что в новом поколении очень прошло разделение нормальное человеческое распределение это кривая лапласа вот здесь гений здесь кретины а здесь все распределение если сильнейшим образом среда ударит по вершине получается два подскока подскок идиотов и подскок нормальных людей и вот я вижу вот это правое крыло где все-таки достаточно людей которые бы нас услышали но это для этого есть простой из прием если бы каждый гражданин пусть 10 10 10 процентов перед школой проверил позвоночник главный эпицентр ритмики энергетики жизни позвоночник через который идет все и связь земля-небо все здесь это отдельный разговор есть безвредный метод компьютерной оптической топографии объективно дает изготавливать прибор в новосибирске в начале конце учебного года и родители очень умно предупредили директора мы тебя любим и тебе ценим и тебя уважаем есть закон настоящий что школа сохраняет укреплять здоровье статья 41 закон образование прямой закон прямое указание мы тебя любим и уважаем предприми меры есть у нас утверждена роспотребнадзором ранее санэпид службой здоровье сберегающая программа программа которая обозначена в указе президента 761 мы будем защищать своих детей всеми доступными средствами мы пришли к вам помочь она ну ставьте конторки нет вы написали главе региона чтобы видели средства на закупку мебели сколько школ новых вводится ни в одной школе конторка не ставит из-за стол стол и стулья стол и стулья ведь это преступление прямое но это надо доводить элементарная защита простой второй пример гражданская позиции прививки идет женщина парикмахерская вот этот чек это договор если что-то не понравилось ей должны возместить моральный ущерб все что угодно а мы ребенка отдаем а мы отдаем на прививку надо поставить вопрос гражданский элементарный ума не надо только чуточку иметь надо воли и души с рабство вылезти я готова я вам доверяю доктор если будет осложнение кто будет отвечать я должна по договору дать что если будут осложнение кто будет мне всю жизнь компенсирует моего кормилица и его будет учить всю жизнь кто будет отвечать вы все и вот так да и все сели то есть лечь идет о постановке вытравить из себя рабов вытравить элементарно пошли в школу несколько чек обнились мы тебя любим и уважаем мы проверили предупредили на птическом табора мы проверили через год мы проверим если будут ухожение но знайте ухудшение всегда быть с ребенком будет сидеть всегда когда ломает позвоночник всегда врач рекомендует две лечебные позы лежа стоя лежа стоя лежа стоя сидя неправильно составить позвоночник доказано что сидячие образы всегда деградации позвоночника моя мы не знали о я химик я математик но ты же взялась а быть директором конечно тогда неси ответственность то есть тактично нравственно в помощь указу по реализации 761 президента владимир путин а ведь он обращается люди ну будьте гражданами будьте активными но защищайте же права свою я вам даю все а мы их ждем когда кто-то поэтому тут все есть на сдали и нам отступать некуда в конечном итоге мы получаем американцев немцев русских воюющих между собой а по факту если мы выйдем на уровень понимания бога то это одна такая же абсолютно душа которая просто была помещена в культуру прошла через определенную систему образования не считала определенные коды и тот кто эти коды понимает он ловко манипулируя этим заставляет одинаковые души биться лбами формируя войны управляя историей 0 и в систему образования залазить никому не разрешают никому до боли то вы бывали чем ядерное оружие до вас сильнее чем ядерное оружие вот эта школа болит и вы очень правильно упомянули жречество ведь древние египте знали чтобы народа распался на класс рабов и рабов и владельцы дайте одну поколению знаний которые не пригодятся в жизни а если к этому пока не дать еще безрукость и без многость топ идет деградация расщепление личности с одной стороны он раб с другой стороны медали он господин это расщепление шизоидное в один случай на он полный раб другой случай если попадать ситуации он господин на таким же как 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 он это знало древнее жречество знала и потом из толпы выбирай такого какого-то активиста который более-менее чего-то понимает посвящая его в своих школах да и он будет проводить твою политику в жизнь манипулировать скалеченным обществом да которая собственно говоря идет на убой в мясорубку да да что делать хорошо давайте то что делать куда идти вот родители класс школа то есть я так понимаю что родителям можно уже подготовить типовую рыбу договора который надо предъявить она есть конечно рыба договора да она у вас есть на сайте базарной . я в я вышлю надо под роликом будет разместить я вышлю проект договора есть проект договор нужно ходатайство на уровень директора школы и министра образования о переходе на согласно указа президента 2012 еще в 12 года о закупке этих конторок тем более здесь есть школа седьмая мы же видим на примере крыма стоят конторки 27 лет с ума сойти надо репортажах седьмой школы да вы понимаете и я упрекли будем завершить до приведу про просто простой пример когда в 90-е годы глава собрал врача не попросил врачи что послали детей глава города города я это я ел тогда чтобы сравнивать с другими школами собрал руководство здравоохранения врачей стоит вопрос будем ездить во всех школах нет почему мы станция без работы мне это сказал экс-директор школы шародила иван ексаныч он сейчас работает в школы седьмой браво по и все понимаете вот настолько рабство в нас мы только это не замечаем а рабов режут и стригут как говорил гений пушкина хорошо мы под роликом разместим всю информацию надо сделать обязательно на экскурсию в седьмую школу вот чего не хватает природе это увидеть глазами как завтра в 13.00 мы там выступаем 13.00 завтра седьмой школе если вы сможете подъехать вместе с нами там будет и педсоста потому что может быть в школе пройти низкий вас по вам поклон спасибо всей нашей молодежи от нас от родителей от детей мы сделаем и продолжим ваши труды не переживайте мы гордимся что у нас есть такие люди красиво спасибо вы мне даете желание жить дальше бегать на стадионе были были всякие моменты были моменты даже не хотела жить как я выходил из этого состояния я готов помогать вам ребят лопцы я готов помогать вам я помогать вам инициатива в ваших руках разместим